Доброе утро, дорогие друзья! Добрейшее, веселейшее, илульское утро! И мы продолжаем изучать Тору. Как раз мы продолжаем изучать Тору, и сегодня мы изучаем о Торе. Разбираемся, что такое Тора, как ее изучать. Это 27-е ворота в книге «Пути праведников». Дошли до очень важного места, где автор книги тысячу лет назад ругается, прям конкретно он ругается на а некоторые, которые по ему мнению, как он пишет, они неправильно изучают Тору. То есть, оказывается, Тору можно изучать неправильно. Я сразу вспомнил, видите, как мышление работает. Вот еще раз обратите внимание, что мышление человека это отдельная сущность такая. Вот я сейчас говорю, вот Тору, автор книги ругается, что Тору изучают неправильно, да? Некоторые. И тут у меня всплывает из подсознания, всплывает у меня сразу, помните, был мультик про Стоквашино? И там был кот. И он говорит, в начале мультика он говорит этому дяде Федору, говорит, а вы кушайте, говорит, бутерброд неправильно. Бутерброд надо класть колбасой вниз. Потому что, если ты берешь колбасой вниз бутерброд, то вкуснее. И логичная очень история, да? То есть, если действительно, если бутерброд внизу, это хлеб, а колбаса сверху. А если положить колбасу вниз, то вкуснее, на язык колбаса идет, значит, это вкуснее. Так что получается? То есть, мы сейчас про Тору, а ум подсказывает из прошлого, из долговременной памяти, из подсознания, то, что человек не осознает. Но там хранятся разные-разные воспоминания. Я помню этот мультик, прям очень в детстве любил. Помните, каникулы про Стоквашино, когда мама говорит ему, или кот, или я выбирай мужу. Он такой посмотрел на кота, так рассмотрел его, посмотрел на нее, говорит, я выбираю тебя, потому что тебя уже давно знаю, а кота этого недавно. Он говорит, я как я кота могу выбрать? Очень смешно мультик. Из-за того, что мы с вами с детства учили, мы все учились понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. Да, был такой стих тоже. И вот мы запомнили свою голову разными-разными мыслями, разными картинками, как матрешка такая, как дерево, кольца дерева. Так же в жизни человека, в его мышлении накладывается слой за словом, слой за словом. И хорошо, если у человека было спокойное детство, хотя сейчас говорят, что спокойного детства не бывает, что в любом случае дети за что-то, они обижаются на родителей, и что бы то ни было, там родители, я работал ради детей, а дети потом у психолога сидят. Вот, он на меня не обращал внимания, он всю жизнь меня бросал. Это лучшая ситуация. А когда есть наоборот, родители там очень плохо относились с детям, а дети, наоборот, в детстве так хотели чуть-чуть внимания. Дети внимания, они, наоборот, любят своих родителей очень сильно, да? У каждого в детстве есть разные-разные схемы, да, разные какие-то, я помню, что у меня, значит, по-моему, даже, это была история, они помнили со мной в детстве, или с тем-то из брата. Домой пришел и говорит, вот не люблю евреев, да, из детского сада. Так родители говорят, вот так ты же еврей. Он говорит, я еврей, как такое может быть? То есть, уже дети в детском саду, им промывают мозги, да, их там родители, ну, в тех странах, где есть антисемитизм, то они не видели часто евреев даже, да, но с детства уже, как бы, вот эти мифы ходят, мифы. А откуда эти мифы взялись? Вы знаете, мифы, они, бывает, что они берутся, а бывают, они кому-то выгодные, мифы. Я помню, когда-то я был советником одного депутата, такого очень влиятельного человека, и он участвовал в выборах, и приехала к нему команда политологов, такие, очень были интересные эти ребята, которые там, вот, знаете, профессиональные политологи, и они ему говорят, мы запускаем слухи, наша специализация, мы запускаем слухи, то есть, у нас есть команда, команда выезжает в транспорт, рынки, там, где собираются люди, и рассказывают, распускают слухи, брали за это сумасшедшие деньги, и люди начинают передавать друг другу, все, вот так они через слухи влияют на сознание людей, и этот депутат, он, значит, говорит, а как я буду вас проверять, там, он такой тоже человек, недоверчивый, они говорят, у нас те, кто выезжают, те, кто запускают слухи, они с диктофонами, значит, ну, то есть, мы тут проверяем, мы не брали огромные деньги, там, миллионы долларов, стоила, вот, предвыборная компания, которые они проводили, он говорит, да, ладно, давайте попробуем, и вот они запускают слух, какой-то, да, решают, какой слух запустить, на следующий же день, приходит с рынка его какая-то домработница, его жене на кухне рассказывает тот слух, который они запустили, и жена ему за ужином передает, знаешь, что люди говорят там, он говорит, откуда ты знаешь, домработница сказала, а ее откуда, в трамвайе слышала, слухи, они берутся, или же, ну, их можно запускать, вот, поэтому, то, чем заполнена голова человека, оно не является фактом, однозначно, даже то, что человек смотрит сейчас, или говорит о чем-то, например, мне вчера один звонил, ну, что у вас в Израиле творится, все, говорю, у нас все тихо, он говорит, нет, там какая-то женщина, у него есть родственница, которая там вообще-то такая, она вообще в истерике бьется, что типа вообще здесь опасно, я ему говорю, вообще не опасно, все спокойно, сейчас все авиакомпании, вернулись, Люфганза, наоборот, они, знаете, как авиакомпания, они пугливые такие, ну, чтобы самолета не потерять, сейчас, например, Люфганза, она, наоборот, разрешила уже своим экипажам ночевать в Израиле, вернулись, Virgin вернулась, полет возобновила, все тихо, но, какая-то женщина, она в своей модели мира, в своей картине мира, в которой сформировали СМИ, соседи, может, какие-то у нее нервные, и так далее, у нее может быть вот все, она засыпает в страхе, просыпается в страхе, естественно, что ей плохо. Теперь, что такое Тора? Тора, это мы изучаем объективную реальность, которая, которая, значит, отражена в письменной Торе, в книгах-пророках, в Талмуде, и мы этой информацией заполняем себе интеллектуальное пространство. Теперь через вот это интеллектуальное пространство человек соединяется со Всевышним или отсоединен от Всевышнего, то есть это все свобода выбора. Человек-творец своей жизни, человек-творец той реальности, в которой он находится, с помощью своих мыслей. И тот, кто верит в Бога и с Ним соединяется, он, да, с Ним соединяется. Тот, кто не верит, в своей реальности он отсоединен полностью от Бога. Теперь говорит нам автор этой книги, что в его время, это было 800 лет назад примерно, он говорит, что уже перестали правильно учить Тору. Правильно перестали учить Тору. Если бы, говорит, они учились постоянно, усидчиво, днем и ночью, они могли бы выучить и знать весь Талмуд и знать всю Тору. Но, он говорит, распространилось способ, есть два способа изучения чего-то, да, есть способ изучения, когда человек берет информацию, ее запоминает, это очень просто, это простой такой способ изучения, повторения, мать, учения, зубрежка, то есть ты берешь, повторяешь, 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 оп, ты запомнил. Я лично фанат вот этого способа изучения. Но, есть другие люди, которые, они говорят, а кто сказал, что это правда? А почему это так? А вот давай докажи, а вот в другом месте не так. А что это значит? А если глубже копнуть? Я слышал одного, значит, такого, вот я поэтому не изучаю кабалу, скажем так, если сократить, потому что в кабале нет вот этих вот конкретно простого изучения, простого понимания, все очень абстрактно и очень туманно. Но есть два этих способа. Есть люди, которые идут в глубину, а есть люди, которые запоминают. И вот написано, что в Талмуде, в трактате Папа Минце, написано, что Раби Зейра постился сто дней, чтобы забыть вавилонский способ изучения, вавилонский способ изучения. То есть, Раби Зейра пришел из Вавилона. Вавилон это было, как Америка сейчас. И там было все очень хорошо, и мудрецы сидели, и есть такой способ, он называется пил-пун. Когда они спорят с друг с другом, такой интеллектуальный пинг-понг. Он говорит, что вот в Вавилоне учили так, а в Иерусалиме, в Израиле учили по-простому. Запоминали наизусть всю Тору и повторяли. Запоминали, повторяли, запоминали, повторяли. Новый закон, новый закон, новый закон, новый закон. И все законы помнили. И повторяешь старые. Нет времени на то, чтобы спорить. Теперь этот автор книги, он говорит, написано в Ваикра Рава, это такая здесь тоже книга древняя, что если человек оступился и совершил преступление и подлежит смертной казни перед Всевышним, что он может сделать, чтобы остаться жить? Вот мы сейчас находимся перед Рожжа Шана и как раз может быть вот это именно сегодня там очень важная такая была информация, такой как лайфхак, как удостоиться жизни в следующем году. Что он может сделать, чтобы остаться жить? Если он был приучен читать каждый день один лист, пусть читает два листа, имеется в виду листа Талмуда. Если был приучен повторять одну главу один раз, пусть повторяет дважды. А если учил одну главу в день, пусть выучит две. автор книги говорит, ну что говорит, он защищает ту сторону, что нужно просто по-простому учить, запоминать, повторять. Учить, запоминать, повторять. То есть он не относится вот к той категории людей, значит, он не относится к той категории людей, которые глубоко копают, да. Он говорит, из сказанного мы можем заключить, что главное состоит в количестве пройденного. А если бы главное состояло в том, чтобы глубоко рассуждать, повышать голос и кричать полдня над одним отрывком, тогда было бы написано, если был приучен задавать один вопрос, пусть задаст два. Он говорит, ну мы видим, что из этого места или из места другого, где, когда умер Раби Мэр, Раби Иуда сказал, что не войдут сюда ученики Раби Мэра, потому что они спорщики. Он говорит, вот отсюда мы видим, из другого места, из третьего места. В общем, он говорит, что нужно учить Тору наизусть. И он говорит, в наше время, это 800 лет назад, осталось мало таких людей, потому что люди любят сидеть целый день болтать, значит, поэтому не постигают глубоко учения. Ни Тора не изучают, ни Невиим, ни Пророков, ни Писания, ни Агадот, ни Мишну, никакой мудрости. Почему? Потому что много бездельничев и хитроумничев. То есть, тот человек, который действительно спорит, как есть известная такая жутка, что вот спорят там хасиды и не хасиды, кто там более прав в Альтер-Рэбе или Байотшемтов или Виленский Гаон. И есть такая как шутка, что обычно те, кто спорят, они не изучали ни Виленского Гаона, ни Байотшемтова. И то же самое. Можно сказать про спорщиков, которые там вот эти религиозные фанатики есть, да, люди, которые там фанатики, все, они там идут. Вот те люди, которые объявляют себя религиозными фанатиками, если бы они были по-настоящему религиозными, то есть делай добро, да, удались от зла, делай добро. И человек, который хочет служить Всевышнему, у него есть масса возможностей служить Всевышнему через добро, потому что основа религии это добро, любовь, и он мог бы помогать, делать добро, зарабатывать, давать деньги. Но те люди, которые обычно устраивают вот эти религиозные волны, они обычные маньяки, которые под как бы лозунгами, что вот я там служу Всевышнему, они реализовывают свою жестокость и свою, ну, свое как бы, знаете, есть маньяки, да, которые любят убивать. И получается, что и большинство из них, вот эти, которые ведут все эти религиозные конфликты, они религию не знают и они не учат. То есть они просто вот выбрали себе такой, знаете, простой способ защитить свой бандитизм и жестокость красивыми словами про веру в Бога. И в принципе такое было очень, возьмем тоже, например, христианство, да, в самом начале, крестовые походы, когда они уничтожали людей, все эти мусульманские войны завоевания. То есть это был грабеж, который был с лозунгом, что за веру, как коммунисты, да, то же самое было. Мы будем бороться за мир до последней капли крови наших врагов, да. Значит, земля крестьянам лозунг красивый, фабрике рабочим лозунг красивый. Все забрали, а те, кто не хотят отдавать, мы их убьем. Убили капиталистов, там, феодалов, забрали в них землю. Ну, теперь давайте же раздайте рабочим, раздайте крестьянам. Нет, секундочку. Наоборот, крестьяне сдайте паспорта, рабочие, значит, рабы на заводах, если не будут работать, значит, что? Значит, тунеядцы в тюрьму. Вот, вот так вот обычно те люди, которые красивый лозунг и говорят, они очень часто, ну, сами не живут так. Хорошо, теперь дальше говорит автор этой книги. Написано в притчах царя Соломона, 24 глава, 30-31 отрывок. Написано так. Прошел я мимо поля лентяя возле виноградника грешника, глупца по вожделению, и поднялись на нем колючки, покрытое носорняками и каменный забор разрушился. Что имеется в виду, говорит автор этой книги, один из комментариев, что тот человек, который учит, но не повторяет выученное, он забывает сначала главы, потом путает слова мудрецов, и в итоге он говорит о нечистом, чистое, о чистом, нечистое, и тем самым губит мир. И поэтому, значит, нужно учиться, повторять, запоминать, потому что тот, кто приходит туда на небо, его спрашивают, да, спрашивают его так, каватая тимли тура, установил ты времена для торы? Есть тоже такое выражение, что аширами шиба лекадмы талмудоба эду, счастлив тот, кто пришел туда на небо, и его учение в его руке. Я помню, вот откуда взялся этот урок в 10 утра, который идет уже там 5-7 лет, он идет без остановки, а до этого я учился сам, проводил, когда мог, проводил уроки, когда, то есть, ну, где-то 7 лет, вот, игра началась с этих уроков в 10 утра, которые я проводил в онлайне. Я помню, когда я учился в Ешиве, значит, мне было, когда я пришел в Ешиву, это был 2000 год, 27 лет. И вот я, значит, сел в Ешиву, начал учиться, и я сразу, вот мне почему-то, как бы, мое чувство интуиции или чувство истины, оно мне подсказало, что нужно все учить наизусть. То есть, я понимал, я иврита не знал, я сел в Ешиву, открыл там Таумуда, и написал, первая там была, элуматсиотшило, эти находки его, в элухаявляхрис. Или нет, это была не первая мишна, первая мишна была, аиш микадеш, бо убешлухо, значит, аиш это человек, микадеш, это посвящает, бо сам, или через шалияха. И вот я подписал эти слова сверху, подписал карандашиком, что человек, он может посвятить себе жену, сам или через шалияха. То есть, вот этот процесс, женить бы, он идет по закону, да, муше, кидат муше в Исраиле, значит, человек, когда женится, он говорит жене, что этим ты посвящаешься мне, и они соединяются в священный союз, и так далее. И вот я подписал, аиш человек, микадеш, посвящает сверху карандашиком, и повторял сто раз, и запомнил, аиш микадеш, бо убешлухо, аиша, микадеш, бо убешлуха, значит, женщина, она вступает в этот союз, сама или через шалияха. То есть, здесь, как бы, разбирался вопрос, может ли человек поручить, вот знаете, есть доверенности, да, есть генеральная доверенность, есть доверенность, понятно, что по доверенности можно продать квартиру. А может ли, например, вот Дэн Дубравин, например, он решил жениться, его жена, например, она находится в Америке, и он посылает Йосифа Фишмана с генеральной доверенностью, чтобы Йосиф Фишман передал ей кольцо от Дэна Дубравина, и сказал, что Дэн Дубравин, значит, приедет там через год, в Америку приплывет на корабле, но он меня попросил, чтобы я передал от его имени, что ты посвящаешься Дэну Дубравину этим кольцом, и ты становишься с ним обрученная там и женатая. Вот вопрос, состоялась ли эта свадьба или не состоялась? Если потом женщина решила выйти замуж за другого, имеет ли она право или нет, потому что она замужем за Дэном или не замужем? Он же сам-то еще не приехал. И там целый вокруг этого раз интересные исследования и так далее, истории, как жертвоприношение, например, приносить могли только священники. Но, например, там Наталья Хабадова попросила священника принести от ее имени жертвоприношение жертву Всевышнему, искупительную жертву, является, имеет ли он право. Ну, раз в истории написано, что пусть священник за тебя принесет жертву, значит, есть вот эта возможность передавать право в священничестве. А тогда Талмуд задает другой вопрос. Он говорит, хорошо, значит, если так, да, тогда, например, там, какой-то человек посылает другого человека и говорит, убей третьего человека. Получается, что если Шалиев, вот этот посланец, он длинная рука, он как бы продолжение того, кто его послал, значит, если он кого-то убил, то убийца тот, кто его послал. Талмуд говорит, нет, в этом случае так не работает. Почему? Потому что тот, кто убивает, он знает, что нельзя убивать. То есть, он нарушает волю Всевышнего, значит, он виноват. Ну, там целое есть тоже следование на этот счет. Но я к чему говорю? Что я, когда начал учить Тору, я начал учить наизусть. Вот прям конкретно заучивал. И потом, когда уже помнил, стирал карандашиком то, что было написано, и шел дальше, дальше, дальше. Вот у меня был первый лист полностью исписан карандашиком, второй чуть меньше, третий меньше, четвертый меньше. И на пятом листе уже было там процентом 20 новых слов, а процентом 80 уже были те слова, которые повторялись. И я считаю, что вот этот способ учить наизусть, он очень важный, он очень правильный. И лучше учить меньше, но повторять. И в психологии, и в Торе, и в бизнесе. То есть, лучше быть человеком, который профессионал, как говорил Брюс Ви. Я не боюсь, говорит, человека, который знаком с 10 тысячами ударов. Я боюсь человека, бойца, который 10 тысяч раз тренировал один удар. А, и теперь урок, вот на этом я закончу, да. И вот я учился в Яшиве, и очень быстро, буквально за два года, я из-за того, что я все, что я учил, я повторял и запоминал, повторял и запоминал, то я знал, может быть, немного, но знал. А есть люди, которые 10 лет читают, но не знают. И вот я, значит, за два года уже пошел на курс преподавателей Торы, тоже я вот учился, очень, именно старался, выучил, повторяю, 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 чтобы не потерять то, что выучил. И как-то мне один раввин, звали его раб Яков Кудель, или это был его брат, Равмоши Кудель его звали, да. Он, значит, мне рассказал такую историю про Тору, вот мне она запомнилась, и полностью, вот одна история изменила вообще мой подход. И отсюда появился этот урок. Он говорит, вот смотри, значит, учи Тору, это самое главное. Без изучения Торы ты не можешь соединиться со Всевышним, ты будешь все время там витать в каких-то своих размышлениях, которые вообще не твои. Учи Тору, это надежно, самое надежное. Но как учить? И он говорит, вот смотри, когда ты учишь Тору, это как будто бы ты в этот момент соединяешься со Всевышним. То есть, как говорил царь Соломон, на всех своих путях познавай Бога, и он, значит, выпрямит твои дороги. Тот, кто стремится по-настоящему постигнуть Всевышнего, Всевышний ему открывает совершенно другая идет система взаимоотношений с Богом. И вот он говорит, а как за одно и то же время я всегда искал вот эти вот лайфхайки, да, как делать вещи эффективно. То есть, можно делать неэффективно, а можно делать вот прямо эффективно, да, каждую минуту времени тратить эффективно. Там, идешь в магазин, по дороге спортом занялся. То есть, именно, чтобы каждая минута времени была с высоким коэффициентом полезного действия. И он мне подсказал такую вещь. Он говорит, вот смотри, допустим, в два отца, два пожилых человека, были они соседи, жили рядом. Вечерами сидели, уже два стаика этих сидели, они вечерами на лавочке общались. И у одного был сын, который его каждый день проведывал. Своего отца каждый день проведывал, заезжал на 10 минут, узнать, как дела, что-то привезти, пообщаться. И у второго был сын, который тоже к нему заезжал каждый день на 10 минут, на полчаса, допустим, не на 10 минут, на полчаса. К одному заезжал сын на полчаса в день и к другому заезжал сын на полчаса в день. К одному заезжал сын на полчаса в день в течение дня, когда ему было удобно. Когда он мимо папы проезжал, он заскакивал, когда он, допустим, по программе у него было удобно, он к нему заезжал. Но все время в разное время. У другого сына стояло в расписании, что он начинает день, в 10 утра он приходит к отцу, полчаса сидит с ним, общается, узнает, как дела, что ему нужно, выслуживает его, что-то ему тоже рассказывает. И с 10.30 он уже едет на работу. И вот оба 30 минут день уделяли отцу. Но, говорит, тот отец, который все время сидел и ждал своего сына, он не мог отлучиться. То есть, вот этот приход сына, это было между делом, это не было самое важное. То есть, эти 30 минут, они были не самые важные в жизни его сына. У второго, который делает это в одно и то же время каждый день, он тем самым показал важность этих 30 минут. И мне вот, он когда рассказал эту историю, он говорит, поэтому первый вопрос, который задают на небе, это установил ли ты времена для занятий Торы. Ковато и кем ли Тора, то есть, ты ликво, это установить что-то. Очень важно вот именно установить что-то, да, делать святые эти вещи, сделать их стержнем своей жизни, устойчивыми такими. Поэтому я с тех пор начал в 10 утра, у тебя в любом случае еду, куда-то не еду. Я перенес даже тренинги, интересно, что принято там, я когда работал как корпоративный тренер, обычно в 10 утра начинаются тренинги. У меня во всех райдерах, везде было написано, я начинаю в 11. Потому что с 10 до 10.30 у меня в Рокторе, я старался вот это, ну, сделать основой своего дня. Вот так вот можно из сегодняшнего дня сделать какой вывод. То есть, взять один отрывочек сейчас из притчи царя Соломона, какой-то отрывок из псалмов царя Давида, и сто раз повторить. И дальше повторять, повторять. И повторять на иврите, желательно, то есть, ашры, ашры, аиша, шерло, аллах, бейтсад, решаим. Сейчас для человека, который не ходил по совету злодеев, это первый отрывок из псалмов царя Давида, можно начать с него. И так выучить, да, всего 22 буквы в иврите, и когда вы на иврите выучите 2-3 псалма, вы уже сможете приехать в Израиль и спокойно разговаривать. Ну и на небе, конечно, ангелы, Всевышние, с ними же надо будет на иврите разговаривать. Все, всем удачи, успехов, чтобы был хороший день, шаббат шалом, чтобы был хороший шаббат, чтобы в конце концов те люди, которые выделяют миллиардные бюджеты на оружие, чтобы они лучше выделяли эти миллиардные бюджеты на изучение Торы, духовное развитие свое и народов, да, всех людей. И чтобы был шалом внутри, шалом с близкими, и шалом тогда наступит в мире. Всего шаббат шалом, всего хорошего, до воскресенья. В воскресенье у нас два урока, если кто знает. Есть урок в 10 утра для всех, и в 10.30 для партнеров спонсоров игры, которые помогают проекту. У нас есть около 10 разных лекторов, мы все больше и больше проводим уроков, поэтому те, кто помогают, для них есть отдельный еще урок. Счастливо, шаббат шалом.